Песня Песня Господи, будь милый с нами, благослови нас. Тебе слава, и тебе Бог. Аминь. Сегодня у нас, как бы у меня, чередое собрание деревенской общины. Ну, я не смогу ли, есть которые и члены деревенской общины, поэтому сидите тихо. Голос имеют только члены общины. Первый вопрос. Это поступило у нас заявление от гражданина Российской Федерации на то, чтобы поселиться у нас на жительство. У нас это так как в уставе, что каждый посел пишет заявление, что в деревенской общине. Не в религиозной общине, а в деревенской общине. Поэтому членом деревенской общины у нас может быть, скажем, разной конфессией. Старость деревенской общины. Барабач Игорь Александрович Устинова Алексея Владимировича. Прошу принять меня в деревенскую общину поселка Потеряйска. Все написано мною здесь. Есть истина и обещаюсь и впредь никогда не говорить ложного и неправды. Внимательно запоминайте. Свидетельствую поиски, ждая веру в Бога во Святую Троицу и в дальнейшем желаю быть членом деревенской общины, научая всему, что говорит Священное Писание. Я не говорю ни пьяница, ни материчинник и ни вор. Не был судим и обещаю в дальнейшем всегда воздерживаться от этих пороков. Я знаю о всех трудностях, которые испытывают поселенцы здешние. Что каждый строится сам за свои средства и никто никому помощи оказать не может. Не может оказать помощи только денежными средствами. А помощь посильную, допустим, сила, если есть в чем-то, допустим, закладываешь там фундамент, там день, нужно залить, то здесь уже, если кто имеет возможность, то на помощь обязательно должны откликнуться. Это всегда было так в деревнях где-то, это называлось, что помощь. Ты, говорят, куда? Сегодня идем, говорят, мы на помощь к тому-то, что, а вот вы видели там вот саманные стены в конце там возле околка еще стоят? Так вот их делали это помощь. За один день выливали все стены дома. То есть собирались в деревню мужики, женщины там, одним им мешают, другие там опалу кусают, реки в опалуке ногами там топчут, затапкивают воду, кто подносит там, кто что. Это называется помощь. Это всегда так было. Поэтому оказать помощь может и должны оказывать помощь в такой работе где-то. Теперь уже относительно помощи мы можем сказать, что когда первые поселенцы были, то, конечно, мы помощи ни от кого ждать не могли. Потому что было такое время, когда, время такое, что нельзя было купить где-то что-то, даже имея деньги, ты не мог купить, допустим, доски, цемент, в магазине по талонам мы получали продукты со временем. Сегодня у нас другая обстановка. Мы уже за 23 года здесь, которые, ну, это я 23, кто 22, там 21 год, 20 лет и меньше 15 лет у нас никого и нет уже здесь жителей. То есть уже обжились, что-то имеют. То сегодня при поселении Новый кто нуждается? Мы можем оказать такую помощь, даже материальную, то есть вещественно-материальную, то есть скотом можем. Я могу дать, допустим, 10 маток овец, кто-то может матку, может быть поросенка, телочку на развод, но условие такое, чтобы не обращались. Мы даем удочку. Далее, когда развился человек, прошло там 3-5-7 лет, должен полученное вернуть. То, что взял, верни. Или тому, кто нуждается, или хозяину того, от которого ты получил. Я, где бы ни говорил, бывал во многих местах, говорю, о, так это здорово, это так у вас это. Да, вот так вот. То есть человек пришел, ничего нет, ему все дали там, он стал жить, уже он первый день может поесть молоко, там, другое что-то. Такую помощь мы можем оказать поселенцу. Все ответственность за переселение я беру на себя. Это тоже важно. Он не может там сказать, а меня там тятя обольстил, сказал, что тебе будет то-то и то-то, там, по золото, золотые ворки будут. Оказалось, что нет ничего, пришлось самому это, сама нарастать, все, ничего этого мы не обещаем. Каждый строится сам за свои средства, своими силами. Рассчитываешь на силы, есть силы, строится, поможет тебе, будет трудно. Но рассчитывай больше на свои силы, потому что у нас уже сил осталось мало у тех, которые были первые поселенцы. Даже кто помоложе меня уже смотрит, что я говорю, что это, спина болит, что-то не могу, говорит, ногу ночью стягивает. Желаю трудиться честно и быть послушным священнику. Все делать по его благословению, обещая соблюдать устав деревенской общины. Ни в чем не нарушать его и не допускать нарушения устава кем-либо. Вот это очень главное. У нас видишь, когда кто-то нарушает и подверг на него скажешь, то мне упрек бросают. А, никто не говорит, это только батюшка один. Только ты один это говоришь. Поэтому верите в виду. Нам осталось жить гораздо меньше по земным меркам, чем вам. 70 лет, говорит, при большем 80. Я уже доживаю то, что Господь отмерил. Если угодно его, то уже на большую крепость через два месяца пойду. Да, вот. Поэтому вы имейте в виду, что вам жить здесь еще кто-то будет. Поэтому будет устав у вас, вы сможете еще держаться. Устава не будет, все развалится. Потому что примеры у нас есть такие, где люди не нам черта, которые со средствами в то время, с хорошими средствами. Представь, он тот человек, который хотел также возродить деревню. Он начал строить дома на свои средства. Строил дома. И призывал к себе жителей. Приехало около 10 семей. Дома построил. Хотел там дом быта построить, чтобы люди занимались. Но у него не было устава. Совсем другое. Люди стали отсюда приезжать. Начались опьянки, драки, воровство. И все закончилось. Бросил все. Он так дома растащили, развалили потом. И он уехал. Где-то Мамонтова там держит. Какой-то там. Но он человек деятель. Он и там нашел киосы, памятники, венки какие-то там. То есть, что-то делает. Живет этот человек. Вот. Поэтому без устава я еще раз напоминаю вам. Запомните. Ничего не будет. Даже мало. У нас сегодня много. Самого малого. Так трудно приходится. Простой поезд и платочек. Но из этого сколько всего бывает. А что это? А зачем это? Ну, устав приняли. Первые мы были. Это старинные русские благочестивые обычаи. Нечестивые, благочестивые. Там, где благочестие, там есть благословение Божие. Оно, конечно, небольшое это что-то имеет. Ну, так рассуждать это не имеет значения. То не имеет значения. А что у меня? А мне нет. А какая разница? Я поехал. В уставе у нас написано, что без благословения священника никуда не выезжать. Но это тоже постоянно приходится. Поехал куда? В Мамонтово поехал. Так вот, а почему не сказал? Нужно было у Мамонтово там просто заехать, взять, отдать документ куда-то или взять что-то. Или больного там взять лекарство в аптеке нужно. Ничего не сказали. Поехали. Так, об этом я еще... Ну, вот относительно заявления. Все. На этом заканчивается заявление. Далее здесь подпись. Костинов. Новосибирск. Адрес его где был. Ну, все вы его знаете. Вот он сидит. Покажи со всем. Вот так. Так, что скажешь? У тебя какое семейное положение? Жена. Жена. И все? Ребенок. Ребенок. Сейчас ждем Бог даст. Осенью. Прибавление будет. Ну, вот. Так, а у вас по семейным, увы, согласны? Жена. У тебя где? Вы посогласили? Ты посогласили с ним? Да. Он тебя никак не принуждал силой, что не поешь я тебя там что-то? Нет? Нет. По-любовному вас это? Да. Ты уже не первый раз здесь. Ты видела, как живут и чем занимаются люди. Ты готова к этому? Да. Готова. Свидетелей много. Здесь, смотри, все это свидетели. Пожалуйста. Есть у кого какие-то к этому замечания, слова или что-то там? Кто хочет что-то сказать? Нет. Прошу тогда проголосовать члены деревенской общины, жители деревьев. Кто согласен за то, чтобы дать разрешение Устинову Алексею на жительство? Хорошо. Против? Кто-то есть? Нет никого. Одиногласно. Разрешаем. Мы не знаем. Все. Я немного... Ты же Казаши мой язык. Ты еще маленький. Я же говорю. Слово есть молчание. Говори. Сергеевич от Евгениева есть такой рассказ святой. Он коротенький. Одна девушка играет в путь. Но еще неизвестно куда. И родственники ее все удержаны. И говорят. Какие трудности предстоят? Гонения, насмешки, презрения. Ты потеряешь все, что имела. Уже начинаешь догадываться, какой она путь избирает. Она стоит перед открытой дверью, но не видит, что за этой дверью. Она постояла и делает шаг вперед. И сразу раздался голос. Будь ты проклята. И тихий голос ответил. Святая. Спасибо. Я напомню еще раз всем присутствующим здесь. Устав. Наш деревенский устав. Правила поведения устав жителей поселка Потеряевского Монтовского района Алтайского края. Официальное разрешение общины дается письменное. Желательно верующим православным христианам или тем, кто очень хочет верить и чтобы в письменном виде подтвердился. Он не будет ни сейчас, ни после говорить неправду. Дается разрешение на поселение тем, кто подтвердит, что он не курит, ни пьяница, ни матерщинник, ни смирнослов, ни вор. Все поселенцы осведомляются, что каждый строится сам на свои средства, своими силами, умениями. Помощи пока никто никому оказать не может. Каждый строит что-то себе сам. Первые поселенцы, вы знаете, из чего мы строили. Мы сами копали глину, мешали ногами, делали кирпичи из глины, называется саман, делали. И сушили, и из этого мы сделали. Я приехал 14 мая, разбил палату. И за лето мы сделали дом, где-то у нас, наверное, 9 на 12. Такой дом мы построили из самана. Обыкновенная там 2,5 метра высота внутри. И мы зашли туда уже в тепло, затопили печь 14 октября. 14 октября уже мы затопили печь в этом доме. Трудностей было много, потому что даже простое дело купить цемент свободно мы не могли. В руки продавали только 50 килограммов купить частных. Пришлось искать какие-то обходные пути. Бог посылал нам добрых, много людей на нашем пути, которые помогали нам. Мне пришлось поехать в другой совхоз, с директором познакомиться, просить у него, чтобы он помог. Он выписал доверенность. И я поехал на цементозавоз. Завоз я уже брал для совхоза цемент, но за личные средства. Мне тогда отпустили цементовоз, 11 тонн я со скитима привез. Это было в феврале месяце, уже 1992 года. Прочистили другой, значит, был директор авто нефтебазы, Козлов Алексей Андреевич. Он дал два трактора, бульдозера, прочистили дорогу, откорчено да потеряем. На другой день пошла метель и все занесло. Я говорю, я не бывша, а я еще там, в Искитиме. Здесь брат дежурил, он опять к нему, тот опять посылает бульдозера и прочистили. Я провез зимой, уже в марте, где-то в феврале месяце привозил. Вот так вот было. Сейчас обстановка совершенно другая. Имея какие-то средства, ты можешь из дома не выходить, имея телефоны. Тебе привезут и спросят, куда тебе сложить и как сложить. Привезут хоть вагон цементу заказывать, тебе его привезут. Хоть лесу на 10 домов заказывать, тебе привезут. А чтобы тогда 10 кубометров доставку купить, мне приходилось ехать в район, а транспорта нет. Я допорчен на велосипеде, испорчен на автобусе, писать заявление в райисполковку. Ждать, когда будет районная сессия, чтобы на районной сессии депутаты решать, продать или не продать, нам 10 кубометров доставок. Не согласно суставу общины, курящих, пьяниц, выпивов, даже родственник нежелательно нанимать или приглашать гостя. И если таковой все же приедет к своим, чтобы по деревне или в доме у своих никто никогда не курил и не пил. У нас уже было такое, приезжали в районной сессии, но, слава богу, не было. С пониманием относились. Ко мне брат приезжал, который курящий. Он прожил здесь 10 дней, но уходил курить куда-то. Никто его не видел, чтобы по деревне ходил или курил. Так же он любил выпить, но пьяным его по деревне, чтобы шатался, его не видели. Другого видели, а того нет, он же покойный брат и гость. Члены деревенской общины не должны выполнять обычную работу в воскресные дни и в двунадесятые праздники. Это же касается всех, кто приезжает помогать или в гости сюда. А то я сам не работаю, а это, говорит, он не наш, пускай не работает, а я праздновать буду. Так не годится. В этот день отдыхает и хозяин, а сел тоже должен отдыхать. Каждый член общины деревенской имеет право заниматься любой непредосудительной работой. Запрещается торговать спиртным, табачным, что ли, покупать или брать на обмен ворованное. Все подобное конфисковывается в казну деревенскую. Можешь заниматься любой деятельностью, но не предосудительной. Нам предлагали, предлагали регионоводочный завод, что вы нам будете зерно поставлять, а мы вам водку по заводской цене. А тогда вы продавать будете, по такой можно прожить. Табачная фабрика предлагала, что даст технику, и мы здесь будем обрабатывать на своей земле табак выращивать и им сдавать. Было такое, но мы сразу в этот устав внесли. Не должно этого быть. Если это будет, то все, ничего не будет. Запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за проделанную работу или добытую вещь. За нарушение оплаты в двукратном размере в общую деревенскую казну. Вот эти пункты, они бы как бы сегодня, на сегодняшнее время, они уже, ну, и изжили себя. Потому что за бутылку сегодня нигде ничего ты не сделаешь. А в первые годы было так, привозят самосвал зерна. Возьмите, говорю, дай бутылку хоть, и я тебе вывалю, и все. Понимаешь, я говорю, первый раз я тебя не видел, ты не приезжал здесь. Если второй раз приедешь, то в ПХС заявил, там в милицию. Больше не приезжали здесь. Поэтому сегодня никто, потому что кругом все люди часто обрабатывают зерно, никто за бутылку ничего не делал. Но в то время этот пункт, он был необходим. И возникало, были у нас такие жители, которых сейчас нет, которые делали это. Но останавливали их. И на этом они очень серчали. Чтобы могли там за бутылку купить где-то отходы или зерно. Явно, что это ворованное и принимательное. Никакие работы, звероводство, скотоводство, сеноводство, пшеловодство и другие для посторонних лиц на территории деревьев не разрешаются. Нанимают строить здесь свои сооружения. Это подсудное дело. И это тоже было. Все нам предлагали. Давайте мы здесь построим гусиную ферму на том Нарышковском пруду. Вы будете здесь работать, а нам гусей. У вас работа будет. Пщеловоды тоже. Мы здесь, пасеку здесь хорошо. Мы давайте здесь пщельники построим и будет у нас пасека. Нет. Не надо. Этого не будет. То есть это, никогда этого не допускайте. Предложение было такое, что вы можете, у вас такое, здесь курортное место, говорят у вас. Все чистое. У вас продукты экологически чистые. Все. Если у нас родниковая вода. Родники бьют. У нас только этот родник, если его почистить, что-нибудь сделать наподобие там небольшой часовинки, осветить. К нам может сколько паломничества быть сюда. Давайте, говорит, вы гостиние то сделайте и люди будут богатые приезжать к вам отдыхать. Ну тогда, представьте, что это будет. Богатый человек приедет, он не один. Приедет с ним будет там охрана и те, кто с ним отдыхать едет еще. И что здесь будет тогда? Нет, говорит, не надо нам этого. Так вы так не подниметесь никогда домой ложиться. Не будем мы писать, мы потихоньку, но ходим. Общение с миром, обращение за помощью к неверующим, по возможности сводить до минимума. Совсем мы не можем без этого. Потому что биты выгружать нужно, крана нет. Приходится идти попросить кран. Но не так, чтобы простое какое-то дело сделать, ямку выкопать там по столу, скорее какого-нибудь алкаша скорчина тащить. Это запрещается. Нет, без того, без чего мы не можем обойтись уже здесь, тогда можно это. Но не по мелочи каждому. Лучше, говорит, отдать, подарить им свою вещь и в скобках медогонку, этот пункт выработали, чтобы по мелочям не ходить. Да по мелочям никогда. У нас отец был. Он до того не любил, чтобы вот, ну другое надо, хозяйка, там что-то. Дай мне там горсочку соли, там или скалку дай, там толкушку дай, ухват там или что-нибудь. Отец сильно это не любил, и мать никогда не ходила ни у кого, не просила ничего. Но бывает такое, что что-то уж необходимое там это, еще можно это. А так, чтобы каждый день бегать там, то это не годится. То есть нужно иметь свое. Детей весьма желательно учить в самой потеряне. И верующим учителям, иначе для чего все это было затевать, если детей снова погащает мир губительный. Вот это главное. Те, кто имеет, будет иметь детей, весь ваш переезд, все трудности, они будут уже компенсированы тем, что дети ваши, по крайней мере до совершеннолетия, они не узнают всех пороков мира и не будут погащены ими. Вы посмотрите, у нас в 8 часов утра смотрят, дети уже заняты. Там Ерема коров гонит, подгоняет, там, со двора выгоняет, там, через день, там, пости, как-то дети. Но представьте, в городе, чем он занимался? Живут на девятом этаже, вот он утром проснулся, выгнал в окно, туда-сюда мать с отцом на работу пошли. Он куда? Вышел во двор, а там еще таких, петек, веник, Ерема, сколько-то. Ну что, собрались вместе, что делать? Рогатки по окнам постреляли, покурить. Ты не курил? Нет, а ну-ка закурить, знаешь, как здорово. Ну и пошло дальше, покатилось уже шарички. Поэтому, это очень важно, что дети будут расти здесь, не слышать сквернословия матов. Ты свободный, ребенок играет, ты, знаешь, в дурную компанию он здесь не попадет, не отрывает. Вот. Поэтому, все это компенсируется, все твои трудности, которые сегодня ты переезжаешь, придется физически, там, другие какие-то, все будет компенсировано твоими детями. Девятый пункт. Категорически запрещается на территории деревьев включать бесовскую музыку, рок и прочую заразу духовную. Если же таковое заведется, все же и кто-нибудь будет громко включать такую бесовщину, то сообща уничтожить всякую память о таком деле и предмете. Я читаю одному уставку, а он читает, он, я дал, он читает и говорит, так, это кто будет, то такого уничтожить. Да не такого, я говорю, уничтожить, а музыку уничтожить, это не человека. Дочке, я вставку сделаю. У нас тут Алексея Сискова, сын, хороший работник, но работает и все время включает. Я два раза сказал ему, какое вам дело, я включаю, а включает на все директы. Ну, мы можем принять меры. Позвонили тогда отцу его Алексею на какой разговор? Он на завтра все это делал. Он начал отцу перечить, отец строгий и все кончилось. Мы находимся в 10-й пункт, мы находимся в его относительном месте, где слышно пение птиц, где допускают бесполезные лани собак. Сторож держится для того, чтобы обнаружить врага, чужого, повестить хозяина, помочь прогнать нежеланного. Собака – это отражение хозяина. Доброго или беспешного, вредного, эгоиста. То есть зря, чтобы не было. Другой, смотрим. Хозяин думает, собака – ва-ва-ва-ва-ва, без толку. А ее легко приучить собаку. Собаку хозяин может приучить даже заставить, когда надо лаять, когда не надо лаять. Голосом он залаял, замолчи – она молчит. Хороший хозяин даже так сказал собаке – умри! Она растянулась, орала – умерла она, лежит мертвая. Такое даже видит. Понимаете? Одиннадцать. Даже на самое короткое время отъезжающим просить у священника совета благословение на путь. Не самовласное. Без совета и непослушания – вот два коня в коллективце, несущиеся в адскую пропасть. Вот этот пункт у нас нарушается постоянно. Я прошу вас – не делайте этого. Сегодня у тебя есть машина. У меня нет машины. Мне нужно булку хлеба или там что-то купить. Ну трудно сказать, позвонить, сказать – я еду в Корчино. Ну если ничего не надо – ну с Богом поезжай. Да и просто ты поехал. Ну неужели будет лишнее, если будем знать, что ты поехал, и кто-то даже и на ходу скажет – Господи, сохрани его в пути. Ну и не помешает же тебе это. Тем более, знаете, что нужно, как говорится, друг к другу как-то относиться более… ну с пониманием. У одного есть пошел, а другого нет. А что-то поехал мама – нужно кому-то в больницу или что-то купить там или что-нибудь. Нетрудно сказать это. Если человек не придет на общее деревянское собрание или уйдет во время его проведения, будучи оповещен о повестке собрания, собрание все равно состоится как законное. У нас нет того, сколько процентов придет или что-то. Я всех обзвонил сегодня – Глушков коров пасет. Сказал, что девчонки там промерзли, пасли, и он пасет – коров не может. Неподчиняющийся уставу всему предупреждается и после трех грубых детских нарушений исключается. Не только исключается, у нас было уже несколько, три таких случаи, когда деревянское собрание общее принимало решение, чтобы жители покинули поселение. Это было Дмуха, Горбунов и Павел. За постоянное систематическое нарушение устава. Обязательно всем жителям, 14 пункт, всем жителям носить пояс, рубаху на выпуск, как принято у русских, и не подражать в одежде диноземцам. Это тоже временами и местами нарушается. Это очень нетрудно. И просьба была бы, ну, не допускать этого, не нарушать. Потому что подаем соблазн даже другим, которые приезжают моим. Люди неверующие приезжают и, смотришь, стараются не нарушать наших слав. А когда видят наших и говорят, нам, значит, нельзя, а вон ваши ходят, так это что у вас такое? Ну а что, мне ответить нечего. Так и есть. Дети доприучаются чтить старших, приветствуя всех христианским приветствиям. Христос воскресе. И другим, помогать нуждающимся. Это тоже очень важный пункт для жителей деревни Потеряевки. Да и всех, все. Как приветствовать старших. Не так, что идет, если старше у них, то согнуться так все бы даже и в сторону. Это не годится. Я расскажу случай моего детства. Мне было лет, наверное, 8-9. Я шел и как раз на этом месте жил у нас дедушка Поисей Город. И я, проходя мимо, прошел и даже не глянул. Он, ну-ка, молодец, вернись сюда. Я подошел, у меня за ухо взяло, ухо мое штопором вот так закрутил как-то. Ну-ка, иди, говорит, вернись и пройди как надо. Ну, я тогда вернулся уже, понял назад, проходя-то, понял. Деда Поисей, добрый день. Он шляпу приподнял. Добрый день, молодец. Я идем, подожди, отцу, придешь, отцу расскажи, что я тебе о чем-то красным сделал. Я думаю, нет. Я тебе расскажу, он не ухо мне, он мне задницу красную сделал. Ничего, я лучше говорить не буду. Больше я никогда не проходил мимо деда Поисея, чтоб не поздороваться. Я себе попробую, задницу ухо. О-о-о, ты что, моего ребенка тронут, да там будет, знаете... Что? А мы боялись, что если даже сказать, что меня он бы выпорол, то было такое, что наши кого-то порол, нарушали, ели, они через дорогу бегают, шапер вышел, так нахрестал, что, говорится, все потекло. Пожаловаться отцу. Нет, что ты? Отцу скажи, так отец не ладошкой нахлопает, он ремнем так нахлопает за это дело. За его помощь членов общины от общих работ по храму и пруду и других не отрекаться. То есть у нас общих работ не так много бывает, что весной пруд там где-то дорогу, что-то сделать там, дрова заготовить для храма, для школы, дрова заготовить. Говорил, дрова пока была сухая порода, не занесли, сейчас намочилось, сейчас дать надо опять, пока просохнут. А всего-то занести было дрова, мы до обеда бы их затарили. Пропустили. Самовольно в деревне никого не приглашать. Если же кто из чужих курит в данный момент, не разговаривает с ним, пока не потушит папирос, уважайте хотя бы самих себя. На территории деревни никому не разрешать курить. Кто бы это ни был, начальник какой или кто, никогда никому не разрешайте. Это пусть будет навсегда. На территории деревни курить запрещается. Люди к нам приезжают всякие. Но как-то было тогда, был у нас глава района Беляев. Он был здесь, приехал на праздник, в день деревни. Пока он гостил, значит, там у нас это было, трапеза, потом собрание, там концерт. Прошло ровно четыре часа. И он потом говорит мне, Аким Тихонович, а что это такое, что? Да понимаете, я говорю, более пятнадцати минут я без папиросы не могу, говорю. То есть он сейчас там четыре папиросы выкурит. У вас четыре часа пробыл, я, говорит, не закурил ни разу. Я ставлю здесь ставку. За этим следить не всегда можно. К нам приехали в лагерь. Ну, она корреспондент. Она шесть раз у боевиков была в Сечне. Я и не знал, что она курит. И потом, когда она уже написала в большом журнале, в газете, мы, говорит, другим журналистам, уходили там мне телятник, и там дрожали, говорит. Там-то казахури. Я уже стал и совсем просто не брать. Вот это атмосфера сама показывает. Об этом молимся и Господь хранит. Восемнадцатый пункт. Стараться иметь все свое по возможности, чтобы не стать господином Дарь. Иметь свое, не пожелая чужого, говорит Антоний Великий. То есть, все мы не можем. Ну, то есть, по мелочи. Допустим, там молоток, что-то там такое, что брать там другие. Ясно, что трактор может не каждый иметь. Машину может не каждый иметь. Вот. Поэтому, когда нужно куда-то по лицу или что-то свозить, или там съездить, то это... Нет в этом предосудительности никакого. В зимнее время почти прекратить звать сюда людей. разрешать приезжать, дабы кто в Кургуне погиб в степи. Это очень также важно. У нас был случай, когда ехал к нам один человек, и он слез. Не у нас, а далеко, еще до Барнаула не доезжали. Станция где-то посевная есть такая. И он ушел где-то и потерялся. Его нашли только весной, когда растаял. Погиб. Владимир звали его. Поэтому зимой старайтесь не приглашать. Есть и уже приглашают, чтобы заранее договориться, чтобы встречать на разъезде. Тем более, сегодня у нас на разъезде нет ни одного дома. Человек вышел здесь зимой на разъезде. Куда? Он не знает куда идти. Обогреться негде. Он здесь рядом замерз. Об этом также будьте очень внимательны. 22 стих. Скотина не должна бродить по деревне и огородам ни зимой, ни летом. Не пожелай чужого поля. 10 западе экополиты. Следите, чтобы скотина не бродила. Много у тебя, мало скотины, но по чужим огородам, чтобы скотина не ходила. 21 стих. Запрещается брать под проценты. Ни у государства, ни тем более у тех, кто, может быть, как мафиози, включат счетчик. И горько будет при расчете, когда возьмут из-под тебя постель, жену, дом. Не закладывать землю. Не брать на прокат то, что испортив, не сможешь вернуть. Под проценты брать сегодня там ипотека, все это, говорит, петля на шее. Берет вроде бы там 20%, а выходит, потом оказывается почти 50% приходится платить. 22 стих. Желательно добросовестно всегда рассчитываться со всеми и со своими деревенскими, кто делает общую работу по поручению. Снимает данные сочетчика, рассыльный, поиспоездки и другие. То есть куда-то там поехали, то есть за бензином и прочее. Беречь окружающую среду. Не позволять никому сливать, разливать горючо-смазочные материалы на землю. Мыть испаченые в мазуте руки и вещи у озера, чтобы мазут не попал в озеро. Детей особо уберечь в 25 стих. Нигде не оставлять без присмотра, по ягодам купаться. Во время богослужений одних детей на улицу не выпускать. Вот с этим тоже у нас великая беспечность. Просто смотришь, две девочки пошли, куда? А мы гулять пошли. Куда гулять пошли? А мы туда пошли гулять. Ну-ка вернитесь. Кто вам разрешил? Гулять они пошли уже гулять за деревню, за кустом. А здесь ездят, тем более летом, пьяные там какие-то на мотоциклы мимо проезжают. Теперь пасут у нас дети. Я просил вас, но думаю, что никто, по крайней мере у всех есть телефоны. Каждые полчаса скажите, чтобы давал знак. Позвонил, это будет копейки всего. Я пасу там, у меня все хорошо. Все. Все знают. Я в таком-то месте. Представьте, там корченские пастухи, ребята такие, они всегда там, кажется, под мухой почти. Было такое, когда мы заставали, что наших пастушек там приезжали, они отрекались. Нет, нет, мы там не были. Как нет, когда мы уже заставили, с Игорем поехали. Человек пахал там, говорит, там горькие пастухи ваши, к вашим девчонкам там приехали. Было, было такое. Поэтому, кто у кого посудите, будьте к этому более внимательны и осторожны. Не трудно позвонить. Всего там это будет копейки. Но, когда она не будет, и не будешь знать, придут коровы одним домой, тогда это будет гораздо дороже. Охранять не только свое. Каждый чужой, появившийся до насторожить, спроси его, кому? Деревняка, когда семья увидел, и отвязавшуюся скотину, сообщи хозяину. То есть, видел чужого человека там, или машину проехал, а не трудно, запомни номер. Какой номер? Что, потому что у нас уже появилось воровство. Стали воровать там железо, аккумулятор там у Игоря тащили там, горючее даже выливать там из бака. Уже шарятся эти шагалы. Кто получал помощь, бесплатную вещь, деньги, все должны сполна вернуть или уезжаясь, потеряет-то навсегда. Все взятое здесь, лес местный, две дрова, все остается здесь же. Землю никому и чужих не продавать, а только жителям деревни нашей. Говорится о помощи, что в первые годы была такая помощь оказана, но с условием. Потому что нам, кто давал эту помощь, то это на деревню, на восставление деревни. Но если ты взял это, а потом уезжаешь, то было такое, чтобы вернуть назад. Так и делали. Кто уезжал, брал эту помощь, а потом в таком же количестве, допустим, брал сколько. В то время можно было купить 5 кубометров лесу, прошло 10 лет, он уезжает, верни 10 кубометров лесу. Хотя он и дороже лесу, но то, что взял, то и верни. Под страхом анафемы отлучения запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Любой спор все решать здесь, на законном собрании. После беседы со священником, только после обсуждения на собрании можно получить добро на суду внешне. Это тоже у нас было, что без разрешения обращались нам в суд. А оно, когда даже те говорят, у вас дело-то выедено и ца не стоит. То есть могли здесь разобрать, но нет, сразу идут жаловаться, милицию вызывать. Милиция приехала, а что такое? Да ничего нету. Маленькое замечание. Вот кто бунтует против какого правила, теперь уже опыт у нас есть 23 года. В дальнейшем показывается, что он виной в нарушении. Один особенно не нравилось сексотничать. И вдруг такие дела начались здесь, а потом, когда дело до суда дошло, Прокурор мне все показывает. Риперт был здесь, Юрий. Это с вашей стороны, вот. А тогда же она говорит, я думал, куда он уехал? По то, что сажаем, он туда пошел. Он поехал жаловаться. Писать заявления на своих, и все это тайно. И больше всех он воевал против этого слова сексотничать. Так что вы наблюдайте. 29 лет. В околках растущая береза, осина и другое, не клем, не рубить. Никому не позволять рвать землю, гусени, целик или навесным оборудованием это преступление. Смотрите, вы здесь жить, вам больше жить. Поэтому то, что есть окружающая нас природа, околки, это мало в каком населенном пункте такое есть. Вот. Поэтому берегите. Увидели кто-то, пришли в Корченск или другие, или где-то березу слыхали, поехали, посмотри кто, призови других и остановите это, чтобы этого не было. Не позволять никому выпиливать добрые деревья. Сухостой, пожалуйста, там где валежник, это можно брать. Но, чтобы доброе выпилить. С огнем быть крайне осторожным. Нигде ничего не выжигать без предупреждения всех деревьев, пока не выстрелят люди с разных сторон, с водой и другими противопожарными средствами. И то только по разрешению старшим и вечером, при безветрии весной и осени. У нас были случаи, когда чуть-чуть было, буквально минуты избегали мы пожаров, что не случилось страшное бедствие. Поэтому лучше всего весной старайтесь не сжечь. Трава сложил в кучу перегнив, где-то вместе с навозом или что-то там, какая-то ботва. Потому что зажег, ветра вроде бы не было. Думал, ветер перенесло и понеслось тогда. Выгорают целые деревни. Сегодня горят сотни тысяч гектаров леса. Горит. И больше всего что горит? Человеческий фактор. То есть пошел, бросил папиросы, где-то костер развел, не потушил. Все. Загорелось. И пошли пласта в тайгах горит. Запрещается гонять на скорости, на технике. Кататься верхом или на напряженных лошадях по деревне самовольно. Берегите детей и себя. Особенно шоперов. Едете по деревне потихонечку. Потихонечку ехайте на второй скорости и не гоните. Тем более, когда пыльно проехал, он уже скрылся за деревьей. А здесь мы еще всю эту пыль, еще несколько минут, 15, еще глотаем эту пыль. А он уже скрылся, его нет. Все строения, загоны, пользы оставшиеся на территории потерялись, должны быть ликвидированы всегда. Из-за земли Карабаха. Это было такое, что мы уже живем год, два, три, четыре, пять опорченские законы скота были. Где лагерь сейчас? Рядом с лагерями. Они пасли здесь и все. И пришлось только с помощью прокуратуры уже краевой, чтобы они убрали свои отсюда скотные эти, загоны скотные. Я сейчас поясню. Вот этот пункт дался буквально с кровью. У меня близкие отношения были с прокурором края. 32 раза я был и ни разу не был отказан. У губернатора. И кое-кое. Как-то нас туда подвинули. Они пьяные пастухи, которые бродят все, самым топчут. А как а? Матерятся вечером во всю деревню. И чтобы выдвинуть, это надо было в Ухан и все поднять. А этот, который сейчас поселяется, вы просто знаете, что впереди вас была другая обстановка. Совет общины избирается из трех человек. И пятый батюшка как советник. Право голоса житель поселка имеет как член общины. Только через год жительство потеряете. Каждое богослужение день и жирный по деревне. Это летом. Имеется в виду летом, потому что мы все на богослужении. Дома ни у кого не закрываются, считай так, чтобы смотреть, чтобы не было. У нас мы живем, я всегда говорю, в такой мы в страшной беспечности живем. Смотришь, ну не закрывается вообще даже. Можно зайти, спят уже люди, можно зайти и спокойно проходи по комнатам, бери что надо. Без разрешения хозяина в чужом доверении брать ни одной вещи. Но если взял, то поставь как-то. Забыл принести, поставь хоть записку, что я взял у тебя это. Было такое вещи, что нет и нет и нет. Потерялось, а все нет. А она, оказывается, и недалеко эта вещь совсем. По деревне не разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Это есть у нас такое, что запрещается. Там короткая юбка девушка, брюка и прочее. В трусах, допустим, мужчина в трусах ходит. Называется не трусы, а шорты сегодня. Образовать денежный материальный фонд деревни. Это у нас ленские взносы. Каждый житель, значит, у нас не много, 30 рублей всего. 30, да? 30 рублей в месяц. Никаких дел сделать, денежных и вещевых, и иных не производить замужними женщин без ведома и согласия их мужей. Это тоже очень важный пункт. Я был когда в Америке в одном месте, значит, попросили меня рассказать о нашей жизни и что у вас за устав. И я когда вот так вот весь устав прочитал, дошел до этого места. И последний пункт еще. Все члены общинам быть ревностными в соблюдении устава и не допущение нарушений его другими. Примечание. Разрешается только вино по уставу в определенное время два раза в день, не более 100 грамм. Но лучше совсем не пить, а избегнешь порицания. То есть запрещение у нас не... Борьба не против вина, а против пьянства. А вот этот пункт 39, никаких дел с денежными и вещевых, и иных не производить замужними женщинами. Я когда прочитал устав, говорю, у кого-то есть какие-то... И одна встает такая крепкая сестра и говорит, да, я не согласна вот с этим. Вот что, вот что, значит, без ведомых мужей нельзя. Ну так, я говорю, ну а почему это, что это, вроде это неравноправие и прочее. Ну ладно, здесь там немножко поговорили и все. А потом я спрашиваю, кто-то, а кто это такая была? Да это, говорю, матушка отца настоятеля. Матушка отца настоятеля. Батюшка. Ну вот, такой уставок. У кого есть какие-то поэты замечательные? Что-то убрать или добавить? Подобавить пункт по мусору, батюшка. Так. У нас раньше же не было вот этого няма ничего, то есть мусора было меньше. Сейчас стало больше. Так. Что какой можно сыпать мусор, какой сжигать, какой чтобы сгнивал, какой... Так. Или... Или нет. Это хорошо можно, но... Не знаю, у нас к этому... Видите, мы больше здесь русские. Были бы кто-нибудь, хоть бы немцы, может быть как-то бы направилось это у нас. Желательно, конечно. У нас смотришь, горелые какие-то бревна, хорошие, можно нарвапилить, все, в мусор сваливают. Назем нагрузил, везет в мусорство. И туда же какие-то железные там отходы, пластиковые, все в одну кучу валят. А у людей где-то там, у них, возле каждого там дома, где... Ну дома если много где-то стоят, несколько контейнеров разного цвета. Так говорят. В этот там пластиковый, в этот там стеклянный, металлический, там пищевые отходы. Все это отдельно. И потом каждый идет на свое, на переработку куда-то. Здесь только у нас положим что? Только на совесть. Говорим. Следить не будешь, так совесть значит что? Ну каждое деревянное можно на дрова испилить. Вот. Навоз вывезете в кучу куда-то, потом можно вывезти на поле. Вот. Вот такое вот. Трава. А? Трава. Трава. Ну а трава в кучу, она перегниет трава. Трава. Ну либо кола где-то трава, если как без мусора, то есть она перегниет и все. Здесь нет ничего такого. Так. И последнее. Раз к этому. Нет ничего. Можно еще добавить? Так. Предложение. Ну допустим, в осень особенно, да, действительно ботва там, или вот что какие-то сухостои там были, собрали. Ну и куда? Че? Неужели если, допустим, действительно надо разумный подход ко всему? Если ветра нет, у тебя вода, лопата, все. Дед говорит, предупреди соседей, староста, старости, сказал там батюшке, что я хочу, значит, позвать кого-то еще нам, чтобы не было этого. Понимаешь? У нас уже было такое, что зажгла она там, пожар пошел, чуть не сгорели. Это понятно. Было несколько раз. Это просто, если ветер едет, там что-то намечается, зачем? Абсолютно тихая погода. Так. Другое. Это даже, наверное, до сегодняшнее время очень такое важное. Вы все знаете о ситуации на Украине. Что там? Там идет настоящая гражданская война. Кто прав, кто виноват, там это нам трудно разобрать, потому что мы имеющие тех, которые информацию, как ее за 100% достоверную, не можем принимать и та, и другая сторона. Но знаем, что люди страдают, что беженцев уже насчитывается сотни тысяч, которые покидают районы боев. Городов там Славянск и другие там города какие, вот, Донецк, Луганск и другие населенные пункты, и люди бегут, значит, бегут в Россию. Больше им некуда бежать, потому что там, в этих районах, это больше эти районы русскоязычные, это юг, восток Украины, там больше русскоязычное население. Поэтому они бегут в Россию. Многие регионы, даже были сообщения, что Иркутская область, Кемеровская область принимает этих людей к себе на жизнь. Там есть предприятия какие-то, там выделяют квартиры, там работы обеспечивают их и прочее. Другие там области, Воронежская, там Костромская, ну и Смоленская, там другие, которые в Центральной России. И вот здесь уже доходят там до Урал, Пермская область там принимает их много. Мы подумали, что, может быть, к нам кто пожелает приехать сюда? Нам бы необходимо, чтобы были ученики, жители новые, потому что, ну что, у нас не совсем так сегодня и много нас уже. Обращение к беженцам восточной Украине, к семьям Луганска, Донецка, Донбасса и окрестных сел, и деревень, и ко всем православным людям. От лица православного священника портрея Тима Лапкиной, старосты поселка Потеряевка, Барабаш и Игоря, телефон на нашем указывается, обращаясь к православным семьям, находящимся в настоящий момент в тяжелых жизненных обстоятельствах, переживающие гонения им устройства. Православная община поселок Потеряевка окажет радушную встречу людям, ищущим понимание отзывчивости и братской христианской любви. Поселок Потеряевка восстанавливается с нуля 23 года и очень медленно. Поселок находится от города Барнула 150 км в сторону Кулунды, 4 км с железнодорозом разъезда, 15 км от сельского совета Хорщина и от райцентра села Мамонтово 57 км. Здесь плодородная земля и прекрасная вода, можно держать скот, птиц, пчел. «Дети, воспитанные во Христе» – вот главный лозун поселка. «Россия должна стать», – скандируют дети в нашем лагере Стане. «Россия – это мы». Рядом с поселком, в 300 метров, находится православный детский лагерь Стан. Начальником лагеря является православный проповедник Игнатий Тихонович Латкин. За 42 года своего существования в лагере Стане побывали тысячи детей. При этом лагеря не искал поддержки от государства, во всем полагался на волю Бога. В поселке есть уже электричество, школа десятилетка, девятилетка, шрам. На сегодняшний день в поселке стоят шесть пустующих домов. И сегодня обладатели жилья в высотках уже понимают, а что если вдруг в розетках кончится ток, а что если закончится газ и вода в трубах. Люди, верующие, смотрящие вперед, слушают свое сердце и слышат Бога. Проживая годами на одной лестничной площадке, люди не точно не приветствуют друг друга, они даже не знают имен друг друга. Не здесь ли работает принцип разделения? Принцип общественного проживания людей подразумевает взаимоподдержку. Человеку всегда важно чувствовать заботу и любовь. Сегодня в православных храмах много говорят об этом, но вопрос этот остается нерешенным. И люди вновь и вновь разбредаются по своим муравейникам с бронированными дверями и за решетчинами окнами. Жители поселка потеряют, а ждут православной семьи с детьми. Выделено. Обязательно условие. Жителем деревни может стать человек, который не лжет, не пьет, не курит, не свернословит, не ворует. Без разрешения категорически запрещается приезжать. Это место особенно привлекательное для желающих воспитывать детей во Христе Иисусе с заботой об их будущем. Телефоны. Дальше. В Барнауле. В деревне. И приводится наш сайт, библейский сайт и расшифрован. То есть то, что еще они могут узнать, узнать об этом на сайте. Кто зайдет. И последнее. Пресса. Где в Прессе у нас? Патриархский журнал «Русский дом», номер третий. Там есть статья. В этой деревне огни не погашены. Этот журнал. Вот такой был этот третий номер. Вот. И здесь есть одна страница. И далее несколько фотографий здесь сделаны о деревне. Это было в прошлом году на День деревни. Год назад это было сделано. И репортаж был написан в районной газете. Как-то он с районной газеты потом попал в этот журнал. Это журнал. Международный журнал. Журнал для тех, кто любит Россию. Как называется. Вот. Это объявление. Я попросил написать парализованность Сергея Хазлова. Совершенно парализованный, но у нас совсем близкие отношения. Чтобы человек свежим взглядом на все посмотрел. Так. У кого есть какие мнения по этому? Пожелания. Предложения. По этому обращению, что я засчитал. Сейчас. Ну, раньше у нас был разговор об этом. Наверное, все же слышали. Ну, когда было такое, о котором наводнение писали. А это мы сейчас... Наводнение то же самое. Люди, чтобы знали. Ну, конечно. И... Никто попал. Да. Сказать то, что есть... Ну... Да. Примечения какие там? И что, чтобы они... А то, может, не знали. То есть, полностью их просветить. Конечно. Без разрешения. Во-первых, они где-то, мы познакомимся. Узнаем, что это люди. А не так, чтобы там приехали. И все. Может кто-то приедет, без них там. Да. Ну что, ни у кого нет никаких противоречий. Но если люди, кто приедут, тоже старые жители. Мы можем такую помощь-то оказать, о какой я говорил? Кто? Игорь Борисович. Игорь Борисович. Можем? Андрей. Можем? Конечно. Можем. А где я не вижу вот это? Что-нибудь здесь? Здесь улице я не могу. Ну, можем оказать приедет к мему? Можем. Поэтому все старые жители, все старые, что такую помощь мы окажем. Вот первым, кто пожелает действительно сюда жить. То есть дадим удочку им, чтобы они ловили. Могли ловить рыбу. Так. И еще здесь такое. У нас, значит, поселевшка пишет заявление. Ну, заявление оно у нас, это Алексей написал очень так пространно. У нас заявление. Прошу принять меня в члены деревенской общины. Поселка потеряется. С уставом ознакомлен и обязуюсь исполнять его. Писали так. Это кто? Ну, это раньше. Раньше писали. И у нас оказалось, когда стали мы просматривать документы, у нас оказалось, что у нас не имеется заявление в Теренской общине. Минаева Любовь, Глушков Игорь, Лапкина Людмила, Устинов Владимир и Валентина, Ильичук Людмила Евгений. Просьба написать такие заявления. Ну, мы же обсуждать это не будем. Обсуждать не будем. Вот у меня здесь еще, нашел я вчера в этом. Покажем. 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 Покажем.